Предлагаю вашему вниманию прекрасное русское блюдо уральской кухни, тушеная говядина в белом вине, с овощами, томатами и специями, сочное и вкусное мясо никого равнодушным не оставит. Сразу скажу, что я позволила себе немного отойти от оригинального рецепта, так, для приготовления говядины по-сокольски обычно мясо маринуют в вине с луком и специями часов на 6, но, так как столько свободного времени выпадает не часто, я подумала, почему бы не сделать винный соус для мяса, а не маринад. Результат, между прочим, в обеих случаях превосходный и мало чем отличается, смотрим далее рецепт. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Мякоть говядины порежьте крупными кусками. Порежьте лук. Морковку потрите на терке. Мясо обжарьте на разогретой с маслом сковородке. Ставим лайк и подписываемся. Жарьте до румяной корочки. Лук и морковку обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту. Обжаривайте минуты 2. Затем добавьте специи по вкусу. Розмарин. И влейте стакан вина. Перемешайте и дайте соусу закипеть. Тушите потом минут 10 на маленьком огне. Мясо выложите в смазанную маслом форму и залейте половиной соуса. Сверху потереть на крупной терке 1 небольшое кислое яблоко. Сверху на яблоки вылить оставшийся соус. Мясо запекайте в духовке при температуре 180 на протяжении 2-2-5 часов. Готовую говядину по-сокольски подавать можете с любым гарниром. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Говядина 1 кг. Лук 1 штука. Морковка 1 штука. Яблоко 1 штука. Белое вино 1 стакан. Томатная паста 2 столовые ложки. Перец 3 щепотки. Соль 1 чайная ложка. Розмарин по вкусу. Специи по вкусу. Количество порций 5-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Жду вас снова.